Всем привет, с вами Тори-чан. Сегодня я расскажу вам о вещах, без которых японцы не могут представить свой день. Почти как что в сумочке у японца. И первое, это переносная зубная щетка. Я не видела ни одного японца, у которого бы не было с собой переносной зубной щетки. В Японии с детства приучают, что нужно чистить зубы после каждого приема пищи, как и во всем мире, но японцы реально это соблюдают. Даже дети в школе после обеда чистят зубы все вместе в туалете. И взрослые японцы делают то же самое. В японской фирме, где я работала, выстраивалась целая очередь в туалет, чтобы почистить зубы после обеда. Это касается не только школьников и офисных рабочих. Японцы чистят зубы абсолютно везде. В магазинах, на станции, в туалете. Вы можете встретить японцев, которые чистят зубы где угодно, где есть раковина и зеркало. Поэтому в Японии довольно большой выбор переносных зубных щеток. Есть даже щетки, где крышечка может служить как стаканчик для полоскания горла. Или даже наборы с вот такими раскладными силиконовыми стаканчиками. Для тех, у кого нет доступа к воде, продаются специальные салфетки для чистки зубов. То есть вы наматываете салфетку эту на палец и протираете ей свои зубы, как вместо зубной щетки. А для тех, у кого даже на это времени нет, есть огромный выбор разных таблеток для полости рта. Причем эти таблетки не как обычный тик-так, они именно для глотания и они должны очищать запах вашего рта из внутри, из желудка. Второе, это переносная складная бритва. Это я узнала от японских парней, но оказывается, что они с собой наравне с переносной зубной щеткой носят переносную бритву для лица. И вопреки мифу, что у японских мужчин не растет нормальная борода, здесь есть много парней, у кого очень быстро отрастает не шикарная, конечно, борода, но видимая борода, которую они не хотят. Поэтому да, многие парни носят свою бритву, чтобы побриться, когда не было времени сделать это дома. И, кстати, на многих работах в Японии нельзя бороду и усы, поэтому это необходимость даже. Третье, без чего японцы не могут представить свой день, это бады и саплименты. Да, это правда, что многие японцы каждый день принимают разные витамины, минералы и другие саплименты. Они продаются здесь в любом магазине, начиная от convenience store, круглосуточной магазины комбини и заканчивая большими аптеками drugstore. Выбор саплиментов просто огромнейший, разные комплексы для разных возрастных групп и так далее. Мы лично каждое утро пьем B12 витамин и омега-3 рыбий жир, а также ауджиры. Я уже подробно рассказывала про этот напиток в видео о японских напитках. Это напиток, сделанный из молодых листьев ячменя, а также разных овощей. Японцы обычно пьют ауджиры для поддержания баланса своей диеты, а также для улучшения кровообращения и пищеварения. Мы обычно разбавляем ауджиры водой и пьем перед завтраком или можем добавить его в смузи. На вид оно, конечно, устрашающее, но кому интересно, до 14 июня на сайте Азон проходит распродажа. При покупке одной можно получить вторую пачку в подарок, так что ссылочка на распродажу будет в описании видео. Кликайте. Четвертое это ханкачи. Вот такой вот небольшой платочек, как полотенечко, называется на японском языке ханкачи. Ханкачи носят с собой, чтобы вытереть руки после того, кто помыл руки после туалета. И они бывают самых разных узоров, но у нас вот такие вот они простые. Дело в том, что не во всех японских туалетах есть сушка для рук или бумажные полотенца. Поэтому это тоже необходимость. И я не видела еще японца, кто бы с собой ханкачи не носил. Часто это иностранцы, как я. Поэтому потом я хожу и отряхиваю руки от воды вот так вот. Может быть поэтому японцы и считают, что иностранцы не моют руки после туалета, потому что у нас нет ханкачи с собой. Пятое это влажные салфетки. В Японии их просто огромный выбор и очень много разных видов. Допустим, вот это салфетки для лица, и они с антибактериальным эффектом от прыщей. Пахнет ментолом, они прямо так пахнут холодно, у них охлаждающий эффект. То есть не просто влажные, но еще и потом очень от них так прохладно становится. Понятное дело, что есть влажные салфетки для снятия макияжа, но также есть много других видов, допустим, как салфетки для мужчин с охлаждающим эффектом и от жирной кожи для лица, для тела. Особенно жарким японским летом без этих охлаждающих салфеток на улицу ни ногой. Шестое это вот такие пленочные бумажные тонкие салфетки для того, чтобы впитывать жир и пот с лица. Смотрите, какая упаковочка. А вот так они выглядят внутри. И очень тонкие бумажные салфетки, их называют пленочные даже, потому что они как пленка тонкие. И они должны впитывать весь пот, не вредя при этом макияжу. Для наглядности представим, что я потная. Салфеточка. Когда я впервые приехала в Японию, как дикарь, мне вручила знакомая японка эти салфетки, я подумала, что это? Это салфетка. Как видите, мой макияж на месте. Седьмое это вакс для волос. Японцы очень трепетно относятся к своим прическам. И в Японии все абсолютно пользуются ваксом для волос, как парни, так и девушки. И даже прически делаются вращательно на то, что вы будете использовать вакс для укладки. Поэтому не всем иностранцам подходят японские парикмахерские, именно из-за этого. Не все иностранцы привыкли к ваксу каждый день. И даже в Японии популярна так называемая влажная укладка, когда реально много специального вакса используют. И волосы выглядят влажными. Как мне написали в комментариях, как-то сальными. Но это мода такая в Японии. И реально много японцев с собой носят поэтому вакс. Восьмое это мейси-ире. Кейс для визиток и карточек. Каждый уважающий себя японец с собой всегда носит свои визитные карточки. И не важно он работает в фирме или сам на себя фрилансер. Казалось бы 21 век и можно просто обменяться телефоном или мессенджером. Но нет, в Японии все крутится вокруг бумажек, поэтому ваш телефон должен быть написан на бумажке. Иначе если вы с кем-то встретились на улице и хотите обменяться телефоном, по работе лучше иметь с собой визитную карточку. Девятое это ксури-те-чо. Книжечка, где записаны все лекарства, которые вы принимаете или принимали до этого. Возможно не все японцы с собой носят эту книжечку, но многие люди в возрасте или те, кто принимает таблетки. Когда вы идете к доктору или в аптеку купить лекарства, вас могут попросить показать эту книжечку, чтобы посмотреть, что вы до этого пили. И записать новое лекарство в нее. Чтобы вы не пили ничего несопоставимого одновременно. И десятое это оритотами гаса. Складной зонт. В Японии, особенно в летний сезон, сезон дождей, неизвестно когда пойдет дождь. И он может быть очень внезапным, поэтому всегда с собой зонт это обязательная вещь. Также я нашла в магазине целый отдел с нужными вещичками с собой. Не думаю, что они есть у каждого японца, но из интересного там были. Вот такие влажные обеззараживающие салфетки, чтобы протирать сиденья туалета. Спрей, который делает вещи водоотталкивающими и даже быстро их сушит. Клей, чтобы приклеивать носки к ногам, чтобы носки не сползали. Салфетки-спонжики, пропитанные очищающим средством для выведения пятен, когда запачкался. Вот такие полезные японские вещички. А есть ли у вас что-то без чего вы не можете провести свой день? Жду ваших комментариев, надеюсь, вам было интересно это видео. Всем пока, увидимся еще!